Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. 20 декабря в Иславском прошло традиционное военно-патриотическое мероприятие «Рассвет Победы». Из-за пандемии коронавируса оно было не таким масштабным, как в прошлые годы. Сегодня в нашей студии организатор акции Антон Кузнецов. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Антон, ну не могу начать с другого вопроса. Какие ограничения в этом году пришлось вводить для «Рассвета Победы», к которому мы так привыкли? Сколько лет уже проходит в окрике? Ну, начинали мы в 2012 году более-менее какой-то масштаб выдавать приемлемый. Сейчас вот в связи с ограничениями мы просто однозначно скажем, мы переходим в онлайн-формат. И вообще весь этот год, связанный с ограничениями, с пандемией, он, конечно, нас подстегнул к тому, чтобы использовать новые технические возможности, которые у нас теперь имеются. О том, чтобы пробовать новые форматы. И практика показала, что, конечно, даже в тех условиях, в которых мы с вами оказались, когда даже у поисковиков, у реконструкторов у них какая-то полевая работа, она свелась к нулю. В общем-то, можно в онлайн-формате какие-то проводить тоже интересные и даже массовые мероприятия вот в таком интернет-пространстве. И именно из-за того, что нельзя собрать большое количество зрителей, как-либо вообще афишировать и привлекать, а провести хочется, и мы считаем, что это нужно обязательно соблюдать традиции. Поэтому перешли в онлайн-формат, зрителей не приглашали. Ну, подошло несколько интересующихся местных жителей, конечно. Да, они уже привыкли. Да, вот обязательно у нас органы безопасности присутствовали, конечно. Большое спасибо местной администрации, территориальному управлению Успенской за сельцевую помощь и содействие в организации нашего мероприятия. Тем не менее, даже малым количеством участников, даже в онлайне, нам удалось без зрителей соблюсти все основные моменты. То есть, прежде всего, наше военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы», ставшее уже традиционным, оно ориентировано на день воинской славы. Это памятный день, он официально обозначен на начало контрнаступления советских войск против нескольких фашистских захватчиков в битве под Москвой. Это 41-й год. Здесь у нас эпохальные события проходили на Одинцовской земле, под Москвой. И из года в год мы вспоминаем, это не день скорби, это день воинской доблести. То есть, воин что и называется «Рассвет Победы». Да, мы вспоминаем подвиг наших предков, которые в заснеженных полях под Москвой в 41-м году остановили врага и потом его погнали. Впервые за историю Великой Отечественной войны. И мы выбрали Иславское не случайно. То есть, там и хорошие полевые условия, вот это панорамное поле видовое, где отрыты окопы и бронетные сооружения. Там прекрасно оформленный памятник над братской могилой советских воинов. Там госпитальное захоронение, несколько десятков человек, погибших от ран, захоронено. И, кроме того, на этом мемориальном комплексе там еще размещены плиты с именами земляков, ушедших на фронт из села Иславска и не вернувшихся с полей сражения. То есть, это такое памятное место для всей округи. И прекрасный мемориал, и прекрасный сквер перед ним, где обычно помещается много зрителей. И мы всегда начинаем мероприятие именно с военно-мемориальной части, с вспоминовения, митинга. В этот раз, даже в формате онлайн, мы тоже транслировали возложение цветов к памятнику. У нас делегация там в виде двух человек возлагала, операторы это снимали в онлайн, передавали это событие. Минуту молчания провели, и на импровизированном онлайн-митинге у нас выступали почетные гости. Там лидеры общественного мнения. Выступал Федор Харитонов, директор Одинцовского молодежного центра. И выступали руководители проектов, всероссийских проектов региональных, которые у нас здесь в регионе поискового движения России. То есть, ключевые фигуры, они отчитались о работе поисковиков, сказали теплые слова приветствия всем, кто нас смотрел, и тех, кто вас смотрит в записи. Между прочим, на нашем ютуб-канале это мероприятие, оно доступно теперь в записи, можно, пожалуйста, ознакомиться, что там было. Потом наши операторы переместились в поле, где в локации у нас располагались немецкие позиции, советские. И там буквально по несколько человек-реконструкторов располагалось. Ребята придумали, тем не менее, на 10 минут, но интереснейший и очень оживленный сценарий, где показана была механика боя, вот такого локального, небольшого. Немцы в обороне готовились, советские войска штурмуют, подготовка, переползание, забрасывание гранатами. У нас отработала и пиротехника, там пять разрывов имитационных состоялось. Это зоопера-студия традиционно с нами поддержала мероприятие. И вот это движение войск, оно сопровождалось тем, что операторы в онлайн, которые транслируют события, они находились в гуще событий. То есть, обычно мы видим это мероприятие со стороны зрителя и стараемся картинку события, погружающую в историю, подстроить под зрителя, чтобы зрителю было интересно глядеть какой-то разворачивающийся сценарий. В этот раз вот такой необычный взгляд изнутри вот этого движения, прям из гуще событий, он такой сделал необычный акцент и очень своеобразное восприятие получилось вот этого события. То есть, такой экшен и одновременно определенный эффект присутствия. То есть, ребята отработали прям очень здорово. Обычно зритель, он не получает вот всей такой какой-то картинки, насыщенной эмоциями конкретного человека. А здесь, когда оператор, он движется за бегущими в атаку, которые там стремительно бросаются, нападают на противника. Это борьба, драка, тяжелое дыхание, взрывы, стрельба. Вот это изнутри такое как бы… Как будто на поле боя зрительство. Немножко по-другому это воспринимается, хотя ты видишь это не вживую, но, так сказать, мы все уже в интернете постоянно, каждый день, там смотрим ролики, и вот это воспринимается очень живо. Поэтому нам очень это понравилось, сами ребята воодушевились, кто и реконструктор, и кто это придумывал, сценарий разрабатывал, кто вот это все, в общем-то, там сделал на местности. Я этим процессом управлял из Одинцовской нашей студии, где, так сказать, вот стыковали вот эти планы, все переключения, онлайн-трансляция. Технически сложнее, это разно стало случилось. Технически стало сложнее, но мы обсудили с коллегами, мы обсудили с ребятами, вывели, конечно, какие-то нюансы, недостатки, которые будут устранены, и мы приняли для себя такую цель, что даже когда снимутся ограничения, то обязательно вводить интегрированный формат, то есть вот в это большое-большое мероприятие, которое у нас есть, вводить обязательно онлайн-трансляцию качественную, чтобы это изнутри тоже было показано. Это даст очень хорошее дополнительное восприятие. После вот этого короткосрочного сражения у нас обычно проходит концерт фронтовой песни, в этот раз мы тоже постарались на поле, у нас приглашенная исполнительница исполнила песню «Катюша», вот в сложных полевых условиях, но девочка справилась. И потом мы переместились посредством интернета, онлайн-трансляции, мы оказались в городе Краснознавец, где в этом году молодежно-патриотический клуб «Азимут», наши коллеги и соратники, ближайшие друзья, они в этом году открыли целый поисковый музей. Под поддержкой администрации им выделили площади, они их оформили, наполнили экспонатами, которые мы все эти годы собирали. И этот музей теперь очень будет посещаемый школьниками, когда снимутся ограничения, и там и ветераны, для ветеранов комната оформлена. И что отмечу очень важно, наверное, впервые в Подмосковье там оформлена постоянная приемная проекта «Судьба солдата», то есть отдельная комнатка с необходимым оборудованием и справочными материалами, куда может обратиться любой местный житель. И специалисты-поисковики, добровольцы помогут уточнить судьбу солдата, уточнить фронтовой путь, какие награды были, уточнить, возможно, место гибели, или вообще понять, как могли развиваться события для человека, который числится пропавшим без вести, или где-то захороненным, или погибшим от ран в госпитале, или в фашистском плену. Сейчас наши возможности позволяют это делать, и именно в этом году, связанном с пандемическими ограничениями, проект «Судьба солдата» перешел в онлайн, он так и называется теперь, всероссийский проект «Судьба солдата онлайн», и наши специалисты поискового движения «Россия» в нашем регионе, в общем-то, выстроили такую схему работы, позволившую им выйти на передовые позиции вообще во всей стране, как выясненность, то есть выдают самые лучшие и качественные результаты по вот этому документальному поиску. Обычному человеку бывает тяжело понять какие-то нюансы военного учета, там, фронтовых лет, да, сопоставить какие-то документы, там, документы полков, боевые сводки. Поисковики с этим занимаются постоянно, и, пользуясь общедоступными базами данных Министерства обороны, зная разные вот эти фишечки, нюансы поиска, уникальных результатов добиваются. У нас по Одинцовскому городскому округу масса успешных случаев в этом году. Это же мы снимали. Да, и по Московской области, вот, и практикуем, когда это возможно, встретиться лично с семьями, а не в онлайне, практикуем вручение документов. Это очень эмоционально, когда вот, да, люди обратились, столько лет не знали о судьбе, поисковики нашли. Естественно, все это на добровольных началах, все поисковики всегда работают, как добровольцы, бесплатно. Если с вас кто-то пытается за какие-то услуги, значит, информационные или поисковые взять деньги, это не поисковики, это мошенники. Бегите. Поэтому, да, в онлайне доступно, пожалуйста, в поисковую строку забиваем «Судьба солдата онлайн», выдается онлайн-анкета, которую любой желающий заполняет своими данными, данными своего родного солдата, что известно, возможно, какие-то сканы прикладывает, и отправляет в единый центр федеральный, оттуда к нам в регион направляются, и уже специалисты будут заниматься. Через какое-то время человек получит квалифицированный ответ. Если информации мало, недостаточно, то будут ценные рекомендации, как родственники могут запросить в архивах уточнения. То есть на массовость ограничений, но, тем не менее, границы расширяются. Вот как это не звучит парадоксально. А кто из реконструкторов принимал участие раньше? Это были не только другие концы Подмосковья, но и другие области России. В этом году, наверное, тоже так масштабно не получилось. Конечно, мероприятие, оно развивалось постепенно, и от какого-то местечкового уровня своими коллективчиками мы постепенно росли. До уровня регионального, потом уровня всероссийского, и вот крайние мероприятия предыдущего сезона, они уже выходили на международный уровень. То есть к нам приезжали коллективы реконструкторов из других стран. Это показатель, на минуточку. Вот качество мероприятия, его степень организованности и профессионализма команды, которая это выполняет. В этом году, конечно, мы не стали никого из других регионов приглашать. Мы решили своими силами, и у нас коллективы, они только из Одинцовского городского округа. И коллективы были представлены делегатами. То есть не там 15 человек, конечно. То есть там по одному человеку от клуба у нас собрались. Клубы военно-исторические из Одинцова, из Краснознаменска, из Фласихи. Собрались по несколько человек и разыграли вот эту сценку. Сами оказались очень довольны. Народ, конечно, застоялся, засиделся. Хотя бы в таком формате. И мы все вместе принимали решение, обсуждали, делаем, не делаем. В каком виде. Но почтить память предков, традиции надо соблюдать. Даже вот в таком виде, даже вот обозначая каким-то малым количеством. Но количество просмотров в интернете. То есть нас в онлайне глядело несколько десятков человек. И потом просмотры пошли. То есть достаточно мощно получилось даже для онлайн-формата. А каков в этом году был сценарий боя, который реконструировали? Я так понимаю, что каждый год по-разному. Да, конечно. Мы всегда ориентируемся для того, чтобы погружать зрителя в какую-то историческую обстановку. Которая, с одной стороны, будет вызывать ужас вот этой военной мощью. И какой-то вот этой постоянной трагедией и угрозой человеческой жизни. А с другой стороны, будет показывать подвиг советского народа. Стойкость советского солдата. И его стремление к победе. И к победе его веру в победу. Потому, что на минуточку 41-й год. Это уже немецкие войска прошагал всю Европу. Всю западную часть. Вот они у Москвы. А дух, он был стойкий. И люди верили, что все равно победим. Все равно даже в таких тяжелых условиях. Это очень сильная мотивация даже для нас сейчас. Понимать, какой дух у людей, у наших предков, прадедушек был. И дух-то никуда не делся. То есть, мы на этих подвигах воспитаны. И этот дух, мы передачное звено между поколениями. Поэтому важно вот это доносить и показывать. Поэтому сценарий он всегда должен и ужасать, и вовлекать, и восхищать. И когда это массово, когда на поле 350 человек в форме, это смотрится красиво. Массовые танки ездят, техника. Когда у нас с каждой стороны по 4 человека, конечно, здесь во многом работа оператора. Вот когда изнутри события. И здесь именно рассчитывали вот на такой экшен, когда немецкие позиции, немцы в обороне, они не готовы к нападению. Потом часовой наблюдают, что подползает разведчик, он подает сигнал. Значит, немцы занимают позиции, начинают там постреливать. Перестрелка. Советские войска подползают, подползают все ближе и ближе при поддержке пулемета. Один рывок залегли, второй рывок залегли, то есть вот эта боевая механика, реконструкторы это изучают по уставам военных лет. И они стараются это показывать наиболее достоверно. Вот это было очень интересно показано, как они там по окопам, по ложбинкам прокрались. И перед итоговой атакой они забросали противника гранатами, сдались разрывы, то есть был подавлен вот это гнездо пулеметное противника. И они ворвались в окоп, и началась копашная схватка. Здесь, конечно, очень здорово наши операторы онлайн отработали, когда вот это показано действительно очень натуралистично. Тут, наверное, было впервые, можно разглядеть, только копашную схватку. Перекошенные лица фашистов в ужасе, советские бойцы в этом азарте боя. Это как бы, ну, я сам был впечатлен, то есть я сам этого не видел так, как его увидел сейчас, да. Так сказать, там в какие-то далекие времена я сам непосредственно на поле тоже находился. Вот, а сейчас, так сказать, уровень, он нужен для того, чтобы это все состыковать, показать, организовать мероприятия. То есть вот донести до людей вот в таком формате. То есть немножко мы меняемся, наши меняются роли. Вот, так сказать, я вот, меня это снова силой поразило. Вот в очередной раз я сам воодушевился и понял, ой, не зря, не зря мы все это сделали. Потому что вот этот дух, который вскипает внутри тебя, гордости за своих предков, за свою землю, ты другими глазами начинаешь смотреть. Не только на эти памятники военные, ты начинаешь просто вокруг себя глядеть совершенно другими глазами, понимая, что вот это все добыто для тебя чьей-то жизнью, чьей-то кровью, чьим-то здоровьем, чьими-то поломанными судьбами. И ты немножко начинаешь переоценивать свои занятия, свое свободное время, на что ты его можешь потратить, понимаешь ценность того, что перед тобой находится, в твоем свободном времени, твоей семье, твоих детей. Вот, это немножко меняет. Недавно прочитала одно интервью, там была достаточно такая интересная мысль. Вот не очень хочется верить, что это действительно так, но, в общем-то, многое на то указывает. Да, для нас Великая Отечественная война, и все, что с этим связано, святое. Мы очень хорошо помним, как к нам приходили в школу участники войны, рассказывали о том, что происходило. То есть мы об этом слышали с первых уст, и она была далеко, но не очень. А современная молодежь, вот там, может быть, начальная школа, средняя школа, для них это уже нечто такое далекое. Поэтому мы, к сожалению, встречаем какие-то акты вандализма у вечных огней и так далее и тому подобное. Вот как, ты думаешь, с помощью таких мероприятий сможем мы эту ситуацию переломить, чтобы дети, ну, может быть, не из первых уст, как мы когда-то, но, тем не менее, для них эта война была тоже чем-то таким, что непосредственно касается их, их семьи и то, что нужно потом сохранить и передать дальше. Действительно, абсолютно верно, что проблема существует. Для нас, для нашего поколения это было нормально и обыкновенно, видеть рядом с собой живых участников Великой Отечественной войны. Не только на 9 мая, хотели часто. Вот, это было нормально, мы к этому привыкли и не задумывались о том, а потом постепенно начали понимать, что люди уходят и остаемся мы. Там далеко не каждый учебник истории объективен, далеко не вся литература художественная объективна, далеко. Там снимаются кошмарного качества фильмы, блокбастеры Великой Отечественной войне, где вот это искажение исторических реалей происходит. И тут мы понимаем, что, ну, во-первых, как бы, есть мы, да, и, как я уже сказал, мы передача, мы звено между поколениями. И ответственность для нас большая. Ответственность от того, как мы объясним вот этим детям, что происходило, зачем происходило, какая ценность этого, какая ценность человеческой жизни, какая ценность того, что нас окружает, вот от этого зависит. И здесь проблему, на мой взгляд, надо решать комплексно. Конечно, и такие мероприятия, и подобные им, их много. И что отрадно видеть, государственная политика, она так или иначе в формате воспитания подрастающего поколения, она во многом нацелена именно на патриотическое воспитание. Мы все с вами наблюдаем тенденции развития молодежной политики. Это ГТО. Это юнармия, там целый комплекс и целый спектр воспитательных мероприятий, огромный спектр. Это развитие музейных комплексов. Там можно долго разговаривать о каком-то качестве и каком-то посыле, но так или иначе. У нас есть огромный и шикарный музей в парке «Патриот», он появился. Где наглядно, как сейчас дети любят. У нас открылся музей «Зои Космодемьянский». Это вот тоже в ближайшем доступе. У нас активнейшим образом стал проявлять себя в ближайшем доступе центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. То есть у нас здесь именно в Одинцовском городском округе совершенно шикарные музейные комплексы. Не могу не упомянуть в этом отношении. Для нашей местности важен Одинцовский краеведческий музей. Там и военные экспозиции присутствуют, рассказывающие о событиях. Там совершенно шикарная экспозиция военной техники, в том числе фронтовых лет и оборонительных сооружений долговременных. Там интерактивные объекты, куда можно зайти, залезть. Доты перевезены. Для нашей местности это именно такой исторический контекст, вот эти рубежи обороны Подмосковья, там вот эти доты устанавливались. Все это можно наглядно увидеть. То есть тенденция о развитии, она присутствует в верном отношении. Вот просто иногда, так сказать, наши враги, их задувает, да, творцы в кавычках, там различных произведений искусства, условно, опять-таки, в кавычках, искусства. Так сказать, то ли там проплачены какие-то истории, то ли люди настолько действительно враги и в голове у них действительно все так. Просто откровенно перевирают, унижают наше советское прошлое. Мое мнение такое, что там при прочих равных там было что-то действительно плохое, не было. Больше было хорошего. В разы больше хорошего. Тому пример того, что мы сейчас с вами живем под мирным небом, потому что советский народ победил, советский народ полетел в космос и так далее. То есть перечислять можно долго-долго-долго. Мы это помним. Поэтому рассказ, на мой взгляд, он должен быть не только о Великой Отечественной войне повсеместной, а вообще о истории развития нашего народа. В том числе и дореволюционной, тем паче, и послереволюционной советской акцентной Великой Отечественной. Какой еще аспект может, кроме мероприятий, вот этого показа, сыграть, и который тоже развит и в Подмосковье. И именно в Одинцовском городском округе, сейчас Одинцовский округ, он как такая экспериментальная площадка проекта. Это разновидность проекта «Судьбы солдата». Занимается этим Ткачук Андрей Владимирович, нам известный руководитель клуба, генерал, наш ближайший соратник. Он вводит такой интересный формат, который называется «Пункт розыска воевавших родственников». Если «Судьба солдата» – это приходит взрослый человек осознанно и говорит специалисту, мы знаем про дедушку, вот это, то, то, вот последнее письмо, поищите. Это одна история. Человек осознанно к этому идет. А когда специалист приходит в школу, в класс и говорит, ребята, есть возможность уникальная сейчас узнать что-то про ваших предков, вы хотя бы выясните, как их зовут, позвоните, уточните. И тут же учит людей, пользуясь базами данных, в простейших случаях. И у него есть совершенно шикарная статистика, когда просто ребята-школьники тут же находили сведения о подвигах своих прадедушек, какие медали получил, за что, какой он там пулемет штурмовал, под каким обстоятельством. Это настолько эмоционально, там даже нашлись герои Советского Союза, а люди не знали. То есть, в семье как-то вот это не принято. И вот это тоже такой очень, на мой взгляд, серьезный воспитательный момент. Сейчас эту историю мы стараемся развить совместно с поисковым движением России, именно как эксперимент в Одинцовском городском округе, а потом надо масштабировать. Московская область и вся Россия. Спасибо большое, Антон. Я уверена, что проект будет более чем успешным, потому что Бессмертный полк еще доказал, что у людей интерес к истории своей семьи, в частности, он имеется, развивается, и с каждым годом он растет и растет. Спасибо большое, что пришел к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова